Ради второго мужа она сбежала из-под венца, но не обрела семейного счастья и ушла из жизни в 47 лет. Судьба Алены Бондарчук. Дочь прославленного режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирены Скопцевой Алена Бондарчук появилась на свет в 1962 году. Многие критики пророчили ей большое будущее в кинематографе, но жизнь распорядилась иначе. В 1992 году Сергей Бондарчук снял многосерийный фильм «Тихий дон». Алена сыграла главную роль в картине отца. Именно эта та картина принесла ей популярность. Алена Сергеевна всегда пользовалась вниманием со стороны противоположного пола. Несмотря на это, не смогла обрести семейного счастья. Первый муж – Виталий Крюков, ювелир. В 90-е годы Виталий и Алена уехали в Швейцарию. Крюков был тираном и брак вскоре распался. Второй муж актрисы – Евгений Морозов, был младше Алены на 10 лет. Подруга актрисы утверждает, что Алена очень любила Евгения и могла бы сохранить брак, если бы научилась идти на уступки. В 2009 году жизнь Алены Бондарчук оборвалась. Ей было всего лишь 47 лет.